Статья «Атлантик консул» Джон Суини. Новая книга исследует кровавое правление Владимира Путина. Подготовка перевода «Оппонент». 22 года назад я зашел в больницу и увидел восьмилетнюю чеченскую девочку с ужасно обожженным лицом, единственную выжившую из семи человек в машине, взорванной при нападении российской армии на колонну беженцев. Чуть более двух десятилетий спустя в Украине я увидел бесчисленное количество автомобилей с нацарапанным на них словом «дети», точно так же расстрелянных российскими войсками. Военные преступления, дубль 2. Я написал свою новую книгу «Убийца в Кремле» в попытке хоть как-то разобраться в человеке, стоящем за уничтожением стольких невинных жизней. Я не сомневаюсь, что взрывы московских жилых домов в сентябре 1999 были операцией российских спецслужб под черным флагом, чтобы бесцветный Владимир Путин стал выглядеть сильным. 300 человек были убиты в Москве и городах юга России. Путин обвинил чеченских террористов и развязал Вторую Чеченскую войну, в которой погибло около 80 тысяч человек. Впоследствии Путин вторгся в Грузию и унес жизни еще сотен. Он помог Асаду в Сирии убить около полумиллиона. В 2014 году он вторгся в Крым и на восток Украины, что привело к гибели 15 тысяч человек. Полномасштабное вторжение в Украину в феврале этого года добавило к счету мясника на данный момент около 40 тысяч российских солдат, 15 тысяч украинских военнослужащих и многие тысячи украинских мирных жителей. Если оставить в стороне Сирию, хозяин Кремля несет прямую ответственность за гибель, по самым скромным оценкам, около 150 тысяч человек. На все сто подозреваемый во взрыве московских домов в 1999 году Путин также тесно связан, как минимум, с двумя операциями под черным флагом. Захватом Московского театра в 2002 году, когда было убито около 170 человек. И захватом Беслана в 2004, в результате которого погибло 333 человека, большинство из которых дети. Общим для всех трех массовых убийств в России было полное отсутствие прозрачности расследования. Многие журналисты и политики, задававшие трудные вопросы, были отравлены или расстреляны. Юрий Щекочихин был российским депутатом и журналистом, расследовавшим эти массовые убийства. У него было мужество и невероятная энергия, чутье на историю. В январе 2003 года он сказал другу. Впервые в жизни мне стало страшно. В интервью в начале 2003 года он в двух словах описал путинскую Россию. Мафия надела форму. Бандиты – бойскауты по сравнению с нашими спецслужбами. Сегодня именно люди, которые должны бороться с преступностью, и есть преступность. Это не обошло стороной тайную полицию. Они обеспечивают прикрытие. Они получают огромные суммы денег. Они осуществляют контроль. Нельзя было допустить существования столь независимого духа. В 2003 году Щекочихин все еще задавал вопросы о взрывах в московских квартирах от лица американки русского происхождения, мать которой погибла во время одного из взрывов. Но потом он почувствовал себя плохо. Он все-таки отправился в поездку в Рязань, но его лихорадило и голова была как в огне. Когда он вернулся в Москву, у него кружилась голова и жгло горло. Давление упало, кожа покраснела. На следующий день у него начала шелушиться кожа и выпадать волосы. Его срочно доставили в центральную клиническую больницу, известную под названием «Кремлевка», потому что она лечит правящую элиту, а иногда и тех, кто с ней пересекается. Врачи диагностировали отравляющие вещества неизвестного происхождения. Друг писал, что состояние Юрия ухудшалось с каждым часом. У него постоянно повышалась температура, его слизистые оболочки были опухшими, почки отказали. Затем началось самое худшее. Его кожа начала шелушиться, как будто он получил сильные ожоги. Даже не специалисту было понятно, что происходит. То ли из-за радиации, то ли из-за каких-то неизвестных ядов. Официальным вердиктом был синдром Лайела или тяжелая аллергическая реакция. Щекочихин умер 3 июня 2003 года. К тому времени на его теле практически не осталось кожи. Друг писал, слово «яд» никогда не произносилось, хотя все принимали его как должное. Страх заставил людей замолчать. Алена пошла прощаться с другом в морг. Это было большое помещение, огромный зал. На плитах лежали тела, которые должны были похоронить на следующий день. Я огляделась. Там было около 20 человек, но я не смогла найти Юру. Я подошла к работнику и объяснила, что возможно я не в том месте, потому что не могу его найти. Краем глаза я увидела старушку, лежащую на плите. Самое странное, она напомнила мне мою бабушку, которая давно скончалась. Меня поразило сходство двух старушек. В моих самых страшных кошмарах я никогда не могла представить, что старушка на самом деле была Юрой. Понимаете, ее друг был настолько неузнаваем, что Алена не могла найти его в морге, пока ей не указали на его именной жетон. Это было в 2003 году. Только что начались отравления и расстрелы. Журналист-расследователь Анна Политковская – расстреляна. Правозащитник Наташа Эстемирова – расстреляна. Политик Борис Немцов – расстрелян. Хозяин Кремля гораздо слабее, чем предполагает его пропаганда. По тем же причинам он не осмеливается назвать свою войну «войной». Фраза «спецоперация» – это сигнал о том, что он боится рассказать россиянам правду о войне в Украине. Отсутствие всеобщей воинской повинности показывает этот страх. Отсутствие солдат из Москвы и Санкт-Петербурга подчеркивает это. Я не верю, что Путин посмеет нажать ядерную кнопку. Он болезненно боится собственной смерти. Если же он попытается, я думаю, кремлевская машина не сработает. Если вы изучите карьеру Путина, то поймете, что мы имеем дело с гиперагрессивным психопатом, на чье слово нельзя положиться. Он человек, который считает компромисс слабостью, который сеет подозрения и недоверие к Западу, который любит убивать. Мысль о том, что мы можем вести переговоры с Путиным – глупость. Никто на Западе не будет в безопасности, пока он и кремлевская машина для убийств не будут остановлены. Джон Суини, британский журналист и писатель, его новая книга «Убийца в Кремле» выходит в издательстве Transworld Books 21 июля. Примечание переводчика. 22 года назад у нас были свои проблемы, а лидер соседей смотрелся тогда куда ярче на фоне наших двух последовательных посткоммунистических леонидов. Молодой, уверенный, язык подвешен, можно сказать, либерал. И вся эволюция его и его подданных произошла на наших глазах. А в итоге как-то буднично, незаметно, произошел, как сказал бы Михаил Ром, обыкновенный фашизм с некоторой отдушкой русского духа. У кого еще остались сомнения, достаточно ознакомиться с 14 признаками означенного режима, хоть по Умберто Экко, хоть по Лоуренсу Бритту. И пожинать плоды этого интересного явления приходится не только нам, поскольку в воле истории мы оказались на пути его распространения, но и уже не безмятежной Европе и слегка расслабившимся не ко времени Штатам. И прочим, начинающим чувствовать первые позывы голода и холода. 21 век. Первая четверть. Какие надежды возлагались. Всему человечеству бдительности не хватает. И память коротка.